Давай зажмем вместе. Оба-на, вот какой молодец. Теперь мы возьмем, выберем бусинку. Смотри, есть большие, есть поменьше. По конскому волосу боги спускали на землю счастье, благодать и богатство. Учит народный мастер Екатерина Осипова. Оберег от злых духов, сделанный своими руками, имеет больше силы. Кожа, конский волос, замша, бисер. На мастер-классах работают с натуральными материалами, которые издревле использовали буряты, якуты, тафалары и эвенки. А на площади яркое выступление. Юные артисты приехали из Ербогачона. Они участники танцевального ансамбля «Ды Лакчан». В селе при Доме культуры создан эвенкийский культурный центр. Там сохраняют традиции северного народа. Пение, танцы, вышивка бисером. Приехать в Иркутск в День коренных народов участники центра смогли благодаря Иркутской нефтяной компании. Она спонсировала поездку. Благодаря Иркутской нефтяной компании мы объехали, ну если не полсвета, то много-много мест в России. Вот у нас Полина Боярщина. Она у нас лауреат, дипломат третьей степени межрегионального конкурса музыканта эвенкийского гонщикова. Мне очень нравятся петь эвенкийские песни. Ведь это пели мои предки, мои родители. И теперь я тоже хочу заниматься эвенкийскими песнями. Убкатбел туксадяра, улукил вебакадяра. Поются песни об одном человеке, который очень смелый и очень юморной, но смешной то есть. Организовал праздник Иркутский дом народного творчества. Как отмечают его сотрудники, сохранять уникальные ремесла и культуру в современном мире очень важно. Носителей становится все меньше. Это уходящие голоса сегодня, это уходящие руки, это уходящая культура, к большому сожалению. Поэтому мы стараемся вот такими мероприятиями и поддерживать, и сохранять, и рассказывать об этом. Если кто-то сегодня заинтересуется и будет дальше этим заниматься, это уже большая победа. После наводнения в Нижнеудинском районе Тафаларский центр народной культуры оказался затоплен. Все экспонаты пропали. Помочь мастерам просят жители Иркутской области. Дом народного творчества объявил сбор материалов. Нужны мех, бисер, натуральная кожа, а также принадлежности для рукоделия. Нитки, ножницы, калька, ножи для кожи. С их помощью мастера смогут воссоздать утраченное. Принимают помощь в ремесленном подворье 130-го квартала. Справки по телефону в Иркутске 480-130. Анастасия Байдракова, Константин Синицын. Новости. Сейчас.